Я приветствую вас на своем канале. На подходе очередная порция довольно важных новостей из мира Турции и туризма, так что давайте сразу приступать к их обзору. Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала история с авиакомпанией Ямал, которая буквально на днях разослала письма своим партнерам и сообщила, что отменяет свою чартерную полетную программу по направлению в Анталию, начиная с 1 сентября. Как объяснил авиаперевозчик, такое решение было связано с необходимостью вернуть самолеты Airbus A320 и Airbus A321 лизингодателю. Это сообщение поступает в тот момент, когда в Турции разгар сезона, когда до его окончания остается еще более двух месяцев, при этом с авиаперевозчиком работают два крупных туроператора TestTour и Fun&Sun. И многие туристы уже успели приобрести свои путевки на рейсах авиакомпании на осень. И таким образом получается, что авиаперевозчик своим новым решением мог подставить и нарушить планы на отдых в Турции почти 8 тысячам туристов. Конечно, после того, как туроператоры получили сообщение от авиаперевозчика, они тотчас же обратились в Росавиацию и попросили ведомства вмешаться в ситуацию. Росавиация моментально отреагировала на просьбу туроператоров и выпустила следующее объявление. Руководитель Росавиации поручил руководителям авиакомпании «Ямал» и АО «ГТЛК» принять безотлагательные меры для урегулирования сложившейся ситуации с целью исключения социальной напряженности среди пассажиров и подрыва репутации туротрасли. В итоге в пятницу состоялась большая встреча руководителей авиакомпании, лизингодателя, туроператоров и Росавиации и, к огромнейшему счастью, им все-таки удалось прийти к соглашению. Так, после встречи представители туроператора «Тест-тур» выступили со следующим заявлением. Полетная программа продлена до 30 октября. Все вылеты с авиакомпании «Ямал» будут осуществляться в запланированном режиме. Эту информацию подтверждают вскоре и сами представители авиакомпании «Ямал», говоря о краткосрочном продлении эксплуатации части самолетов. Для пассажиров регулярных рейсов авиакомпании действующая полетная программа остается актуальной. Рейсы выполняются в штатном режиме. Регулярно вводятся дополнительные рейсы по социально значимым маршрутам для возвращения ямальцев из отпусков. В действительности новость от авиакомпании «Ямал» потрясла буквально весь туристический рынок на этой неделе. И на самом деле очень важно, что в итоге сторонам удалось договориться. Иначе бы были сорваны отпуска в Турции тысячи тысяч туристов. На самом деле сейчас и туроператор «Тест-тур», и туроператор «Фанэнсан» высказывают огромную благодарность Росавиации. Вот что, к примеру, заявляет генеральный директор туроператора «Фанэнсан». Достигнутые договоренности позволят туроператорам в полной мере выполнить обязательства перед туристами и обеспечить им возможность отправиться в долгожданные отпуска. В то время как туристическая отрасль проходит период турбулентности, вызванный внешним давлением на страну, сталкивается с ограниченностью перевозки, важно находить конструктивные решения, направленные на защиту прав туристов и поддержание стабильности компаний. Ну что, туристический рынок как России, так и Турции вздохнул с облегчением. Ведь эксперты говорили о том, что если все-таки Ямал перестанет летать по направлению в Анталию, начиная с 1 сентября, то вряд ли бы туроператоры смогли найти другие самолеты. Это бы означало, что никто бы никуда не полетел. Ну, либо были бы огромнейшие сложности. Я очень рада, на самом деле, что эта ситуация разрешилась с положительным исходом. Будем надеяться, что больше таких новостей у нас не появится. Кратко хочу вам напомнить, что я продолжаю работать с экскурсионным бюро Корректур, которое выполняет самые популярные экскурсии по всей Турции, с курортов Анталийского побережья. Поэтому, если в самое ближайшее время вы собираетесь отдохнуть в Турции, хотите ездить по экскурсиям, обратите внимание на наше экскурсионное бюро Корректур. Ведь там вы найдете массу классных предложений по очень приятным ценам. А с моим промоконом Turkey Insider они станут еще более приятными. Все ссылки вы найдете в описании под этим роликом. Но ательеры Турции уже вовсю бьют тревогу, говоря о том, что критически недосчитываются туристов из России в текущем сезоне. Мы уже с вами неоднократно говорили о том, что этот сезон действительно проходит не очень-то гладко. У многих отелей есть проблемы с заполняемостью. Ну а теперь в сезоне 2023 появилась еще одна новая проблема в туристическом секторе. Это люди, иностранцы, которые покупают недвижимость в Турции, в частности на Анталийском побережье, а затем сдают эту недвижимость в аренду своим соотечественникам. Так, президент Ассоциации туристических агентств Средиземноморского региона подсчитал количество недвижимости, приобретенное россиянами в прошлом месяце и назвал цифру 996 объектов. И он говорит о том, что многие из этих объектов сдаются в аренду для других туристов, которые, по идее, могли бы отдыхать не в съемном жилье, а в отелях. Вот что он говорит. С января по июлю в этих домах остановились 17-18% российских туристов, то есть 1 миллион 600 тысяч человек из более чем 8 миллионов иностранцев, прибывших за первые 7 месяцев. И такое происходит не только в Средиземноморье, но и по всей Турции. В этих случаях арендодатели обычно не регистрируют свой бизнес. Более того, президент ассоциации подчеркивает, что в этом году турпоток из России даже ниже, нежели в 2019 году. Но на самом деле 2019 год был рекордным в плане туризма для Турции. И в этом сезоне отельеры и весь туристический бизнес страны, конечно же, ожидал огромных результатов, новых рекордов. Но по факту все те планы, которые строили отельеры и туристический бизнес, рушатся и не достигают тех показателей, которые были запланированы. И ни о каких рекордах пока речи не идет. Есть такие отели, которые сейчас, прямо сейчас, в августе, в самый высокий сезон, стоят лишь наполовину заполненными, что абсолютно неприемлемо. Есть такие гостиницы у нас здесь на курорте Сиде, которые, казалось бы, заполнены на все 100%. Но если мы посмотрим на состав туристов, то увидим, что среди них очень много местных жителей. Конечно же, все это в первую очередь связано с инфляцией в стране, с повысившимися ценами на туры в Турцию. Очень многие иностранцы, которые раньше прекрасно отдыхали в Турции, могли себе это позволить. Сегодня не могут этого сделать, потому что платежеспособность у очень многих туристов осталась на том же уровне, что и было в предыдущие годы, а цены на туры действительно очень и очень выросли. Но еще раз повторюсь, в этом году еще одна проблема. Многие туристы теперь не бронируют отели, а арендуют квартиры, либо дома. Вот что на данный счет говорит президент Ассоциации туристических агентств Средиземноморского региона. Конечно, Airbnb и частная аренда все равно не могут быть полноценной альтернативой отелю. Но проблема есть, и она также связана с общими экономическими трудностями и изменением туристического профиля после пандемии. Все чаще и чаще мы видим высказывания представителей туристического бизнеса Турции о проблеме нелегальной сдачи жилья в аренду. Я вам уже рассказывала о том, что в конце этого года власти Турции планируют ввести налог для иностранных арендодателей, которые сдают свою недвижимость иностранцам. На самом деле, я постоянно общаюсь с представителями туристического бизнеса. Мой муж имеет собственный бизнес на территории отеля. Мы также занимаемся и экскурсиями. Я вам могу со стопроцентной уверенностью сказать, что абсолютно все, с кем я общаюсь, говорят, что этот сезон очень сложный, очень неоднозначный. Приезжают совсем не те туристы, которые ожидались, и не в тех количествах, в которых ожидались. Посмотрим. У нас остается еще 2,5 месяца, даже меньше, чем 2,5 месяца. Но не думаю, что ситуация может в корне измениться. Возможно, это произойдет только в том случае, если осенью ательеры начнут делать хорошие скидки, чтобы у людей наконец-то появилась возможность отдохнуть в Турции по более приемлемой цене. Кстати говоря, вы всегда можете отслеживать цены на туры в Турцию на сайте Travelat. У меня всегда ссылка в описании под этим роликом. Там действительно, если мониторить предложение, то можно найти доступные варианты. Я знаю, что мои многие зрители уже пользуются этим сайтом и сами его советуют. Так что, если вы все-таки еще надеетесь поехать на отдых в Турцию в этом году и хотите уловить классное, выгодное предложение, переходите по ссылке, самостоятельно отслеживайте. Я думаю, что вы точно что-то для себя там найдете. Секундное напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это действительно помогает мне в развитии моего канала. Ну а также не забывайте подписываться на канал, потому что здесь вы будете находить всю самую важную и интересную информацию по отдыху в Турции. Ну и в продолжение темы постоянно растущих цен в Турции. Недавно Федеральная служба потребителей провела опрос среди местных жителей и выявила, что в 2023 году более 70% жителей Турции не могут позволить себе какой-либо отпуск даже на территории своей страны. Что же касается зарубежных поездок, то здесь и вовсе совсем печальная картина. Если в 2022 году при аналогичном опросе около 41% турок говорили, что могут позволить себе поехать за рубеж, то теперь это могут сделать только 3%. Потребители изо всех сил пытаются удовлетворить свои базовые потребности. Отпуск стал лишь мечтой для многих из-за инфляции и повышения обменных курсов. Однако отпуск и отдых – это конституционное право каждого работника. Это указано в статье 50 Конституции. Значит, миллионы граждан не могут реализовать свои конституционные права, заявил руководитель рабочей группы Федерации потребительских союзов. Уверена, что многие из вас, кто отдыхал в этом году в Турции, видели местных жителей в отелях, которые также там проводят свой отпуск. Но здесь важно понимать, что очень многие из них делают это в рассрочку. То есть берут так называемый такси на 6 месяцев, на 9 месяцев, и только потом постепенно оплачивают. Даже есть разговор на самом высшем уровне о введении нового закона, согласно которому местным жителям запретят покупать авиабилеты, бронировать отели в рассрочку только за кэш, только за полную оплату. На данный момент это еще только обсуждается. Но вот, например, с телефонами же в Турции сделали так, когда местные жители не могут пойти и взять себе телефон в кредит. И вот здесь сейчас на путешествии все, что с этим связано, также планируют ввести подобный закон. В Турции за этот год значительно повысились цены и на транспорт. Уже дважды за этот год увеличивались минимальные цены на авиабилеты. Так, в самый последний раз их увеличили сразу на 50%. И теперь минимальный билет стоит 2,5 тысячи лир. Но при этом уточняется, что за эту стоимость авиакомпании могут продавать 15% мест в самолете. Для остальных 85% предельная стоимость составляет 1650 лир. Конечно же, увеличение цены на авиабилеты, повышение цен на бронирование отелей ведет к тому, что не только местные жители уже не могут позволить себе отдохнуть даже у себя в стране, но и к тому, что и иностранные туристы все меньше интереса проявляют к Турции. Репутация Турции в плане доступности сейчас оказывается под вопросом, особенно для тех туристов, которые ищут более бюджетный отдых. Турция по-прежнему занимает важное место на карте популярных туристических направлений. Однако некоторые российские клиенты, пострадавшие от валютного кризиса, выбрали другие направления, такие как Таиланд или Египет. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть те видео, которые прямо сейчас у вас появятся в рекомендациях. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя, и мы увидимся в следующем ролике.